Быстрее, выше, сильнее. В Сургуте назвали имена лучших спортсменов, тренеров, коллективов спортивных школ и руководителей федераций. На базе Сургутской филармонии прошло традиционное мероприятие «Спортивная элита». В рамках торжественной церемонии вручили больше 120 наград в 28 номинациях. Отмечу, что количество сургутян, регулярно занимающихся спортом, с каждым годом растет. Так, к примеру, в 2022 число любителей физкультуры составило 152 тысяч человек, а уже в 2023 выросло до 177 тысяч жителей. Во-первых, хочу обратиться к вам, уважаемые спортсмены, и сказать вам огромные слова благодарности, признательности за ваши победы, за то, как заставляете вы излучать город Сургут, Югра, Россия на различных соревнованиях и на различных уровнях. Мы посмотрели статистику, за 2023 год сургутские спортсмены приняли участие в более чем 1200 мероприятиях. Определили не только тех, кто принимал участие в спортивных состязаниях, но и тех, кто помогал в их организации. Так, к примеру, лучшим партнером в сфере физической культуры и спорта стал индивидуальный предприниматель Данил Кравчук. Как отметил организатор футбольных соревнований и инициатор обновления плоскостных кортов, он всегда готов помочь в организации спортивных событий, ведь они полезны как для самих сургутян, так и для города. На самом деле наша номинация как раз про то, что все, что связано с партнерством. То есть это отозваться на помощь даже в том же СВО, что-то помочь, если, допустим, управление спорта призывает, помочь в организации мероприятий. То есть мы сами проводим мероприятия тоже активно при поддержке администрации, при поддержке управления физической культурой и спорта. По итогам награждения лучшим спортсменом была названа Анастасия Кашурникова, мастер спорта России по гирям, тренером года стал ее наставник Михаил Шпардко, а в номинации «Лучший судья года» победил Владимир Горин, арбитр всероссийской категории подзюдо. За минувший год спортсмены сургута приняли участие больше, чем в тысячи состязаний муниципального, областного, федерального и международного уровней. Оттуда атлеты привезли 4222 медали. Впереди у спортивного сообщества множество планов, а один из самых главных – привлекать все больше сургутян к здоровому образу жизни и участию в соревнованиях. Наши тайские спортсмены, которые очень успешно выступали на первенствах мира, наши гиревики, игровые виды спорта удачно выступили. В 2023 году, как никогда, много было человек, из кого выбирать. Была очень конкурентная борьба за право попасть в спортивную элиту города Сургута.